В Москве задержан охранник детского сада в Перове. Его подозревают в совершении сексуальных насильственных действий в отношении детей. 60-летний сотрудник частного охранного предприятия на допросе рассказал, что сидел за убийство жены. Кроме того, почти 20 лет он состоит на учете психиатра. Наш корреспондент Дмитрий Гусев попробовал разобраться, как человек с такой биографией попал на работу с детьми. Охранник Степан Прохоров сейчас сам под охраной и усиленный. Это обычная практика, когда человека обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних. Тем более, когда речь идет о трехлетних детях. Я к детям вообще не подходил. Вы верите, не верите. Я вообще к ним не подходил. Там воспитатели днем на прогулку вводят 10 часов все время с воспитателями. Охранник детского сада пытается всех убедить. В грязной истории он не замешан. А вот заведующая того садика, она встает на защиту своего работника. Что касается наших охранников, у нас, слава богу, никаких претензий к ним нет. Правда ли, что Степан Прохоров здесь не только работал, но еще и жил, тоже ночевал здесь? Вы знаете, это я комментировать не буду. Это все вопросы к охранникам ЧОПа. Как они ставят им график, как они работают, это не ко мне. Здесь, по признанию самого задержанного, он и работал, и жил. В Каморке на третьем этаже. Потому что сам из Чубаксар. Родителей двух девочек, написавших на него заявление об изнасиловании, он якобы не знает. И детей их тоже. А вот у следователей на руках уже есть протокол опознания. Малышки узнали человека, игравшего с ними на веранде детского сада. Родители просто беседовали со своими детьми. И в ходе игры, вот такая информация до них дошла, что дядя охранник играл с их детьми. Когда за ним пришли, в детском саду охранника не оказалось. Степана Прохорова оперативники нашли в больнице. Мужчина пояснил, он не скрывался, просто стало плохо сердцем. А потом на первом допросе рассказал, что уже был судим, убил собственную жену. Это признание удивило следователей. Как такой человек вообще смог стать охранником? Тем более в детском саду. Более того, почти 20 лет после травмы головы Прохоров состоят на учете у психиатра. И, конечно бы, официальным путем он никогда не получил лицензию охранника. Я в этом метро Прибереженке месяц пахал. В метро Прибереженка есть ЧОП там. Вот, я в ДНХ Прибереженка, Шелковский месяц отработал бесплатно, чтобы получить это свидетельство. То есть вы проходили какую-то там медицинскую комиссию, когда получали лицензию? Ничего там нету. Ничего не проходили? Конечно. То есть вы фактически просто, грубо говоря, вам вот так человеку с улицы дали лицензию охранника, правильно? Я так понимаю? Ну, там ЧОП такой. В департаменте образования об этом, конечно, не знали и не пытались узнать. На вопрос, почему у них детей охранял человек, убивший жену, и тем более состоящий на спецучете, отвечают без опинки. Всех охранников изначально при получении удостоверения проверяют органы милиции по месту их жительства. И удостоверение охранника подписывается именно сотрудниками местных РОВД. А у нас таких полномочий нет их проверять. Сейчас Прохоров находится под стражей. Исследователи собираются предъявить ему обвинение. Вопросов много и к департаменту образования, и к детскому саду, ну и, конечно, к тем людям, которые выдали Прохорову лицензию охранника. Пострадавшие дети в сад пока не ходят. Дмитрий Гусев, Аркадий Цирульников, Станислав Плетников и Дмитрий Аблеухов. Вести. Продолжение следует... П-50. Продолжение следует... Продолжение следует...